МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саксонии-Анхальт, Мельбурне, Передней Померании и Бранденбурге. Также много машин следует ожидать в приграничных районах с Австрией. Движение между двумя странами на праздник будет традиционно оживлённым. Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, какие продукты подорожали больше всего за последний месяц. В первую очередь из-за отсутствия поставок зерна из Украины и России поднялись цены на муку. Эксперты говорят, что Германия может обеспечить себя зерном, но урожай ещё нужно вырастить. А пока недостаёт миллионы тонн, и цены растут. Вслед за мукой дорожает хлеб и хлебобулочные изделия, из которых они пекутся. Статистика показывает, что цены на эту продукцию поднялись на 5% минимум по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало отсутствие кормов из Украины, высокие цены на газ и возросший спрос перед Пасхой. Молоко, масло, сыр, мёд, горчица также попали в этот список. Санкции против России могут оставить Германию без деревянных поддонов, которые используются для упаковки и перевозки почти всех товаров. И дело даже не в древесине, хотя и она постоянно дорожает. У производителей поддонов заканчиваются гвозди для изготовления тары. Федеральная ассоциация деревянной тары, поддонов и экспортной упаковки предупредила, что через несколько недель производители поддонов просто остановят производство. У них нет гвоздей для изготовления упаковки. Оказалось, что 90% гвоздей для поддонов они закупали в России. После введения санкций поставки прекратились, а другие гвозди им не подходят. Немецкая компания Bosch переживает не лучшие времена. Ей пришлось остановить свои заводы в России. Экспорт сократился, а цены на поставки и энергоресурсы, необходимые для производства техники, растут. По словам представителей компании, цены на автономные устройства поднялись пока только на 5%. Несмотря на рост цен, производитель ожидает повышенного спроса на бытовую технику. Но снизить стоимость товаров не удастся, поэтому придумали альтернативный вариант – продавать бывшую в употреблении технику. Сейчас этот вариант продаж тестируется в Австрии, а в следующем году хотят попробовать и в Германии. Первым делом продавать будут бывшие в употреблении стиральные машины Bosch. Их будут обслуживать на месте, проводить необходимый ремонт, а продавать снова с гарантией от производителя, но вдвое дешевле.